Есть такая профессия, родину защищать. Сегодня мы поговорим о военной службе по контракту. У нас в студии начальник пункта отбора на военную службу по контракту майор Павел Высюков. Павел Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Пункт отбора на военную службу по контракту. Это что за учреждение? Какие функции выполняют? Наш пункт отбора ведет работу по отбору граждан для прохождения военной службы по контракту на должностях солдат, матросов, сержантов и старшин, а также прапорщиков и мичманов. А какие-то критерии есть для молодых людей, которые хотят пойти служить по контракту? Да. Гражданин, который изъявил поступить на военную службу по контракту, имеет возрастное ограничение. Это возраст от 18 до 40 лет. Так. Гражданин по результатам медицинского свидетельства должен быть признан годным к военной службе, либо годным к военной службе с незначительными ограничениями. Также кандидат должен соответствовать профессионально-психологическим требованиям и уровню физической подготовности. Контракт о прохождении военной службы не может быть заключен с гражданином, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Ну, пункты, видимо, и занимаются, да, как раз отбором. То есть, молодой человек должен достичь определенного возраста, должен быть здоров, не иметь судимости. Совершенно верно. Все понятно. Когда я готовилась к беседе, я посмотрела очень много информации в интернете и очень часто наталкивалась на следующий вопрос. Тоже зачитаем. Хочу служить по контракту, ранее не служил, есть высшее образование. Вот такие молодые люди могут по нынешнему законодательству пойти? Да, совершенно верно. В прошлом году в Федеральный закон о воинской обязанности военной службы внесены изменения, которые позволяют юношам, получившим высшее образование и ранее не проходившим военную службу по призыву, реализовать свое право поступить на военную службу по контракту сроком на 2 или 3 года, опять же повторюсь, минуя военной службы по призыву. Понятно, что для большинства людей служба по контракту – это не просто работа, это честь, это гордость. И тем не менее, вот какое жалование у будущих призывников? В среднем размер денежного удовольствия военнослужащего по контракту, который проходит службу на должностях рядового и сержантского состава, составляет от 23 тысяч рублей в месяц. Конечно же, это денежное удовольствие, его размер будет увеличиваться с учетом того, на какой он воинской должности проходит военную службу, с учетом его имеющихся выслуги лет, уровня профессионального мастерства, регионального коэффициента в той местности, где проходит военная служба по контракту гражданин и других дополнительных. Если говорить о каких-то льготах, то, наверное, тоже что-то предусмотрено. Да, конечно. Спектр льгот, которые государство предоставляет военнослужащим по контракту, очень широк. Останавливаюсь на основных из них. Это бесплатный проезд один раз в год к месту проведения отпуска и обратно военнослужащему, который проходит военную службу по контракту, в отдаленных местностях и приравненных к ним, в том числе за Уралом и на Дальнем Востоке, и одному из членов его семьи. Также бесплатное питание, бесплатное вещевое имущество, государственное страхование жизни и здоровья, жилищное обеспечение. Военнослужащий, который изъявил поступить на военнослужащий по контракту, будет проживать в общежитиях кубрикового типа. Есть возможность предоставления служебного жилья семейным военнослужащим, а также выплаты денежной компенсации за найм жилья. После подписания второго контракта, в среднем через истечение трех лет, военнослужащий имеет право стать участником накопительной ипотечной системы и уже воспользоваться теми средствами, которые у него будут на индивидуальном счету для проведения собственного жилья. Когда я слышу выражение службы по контракту, мне представляют сразу какие-то горячие точки. А вот жители Чувашии в основном где проходят службу? Уроженцы Чувашии проходят военнослужбы по контракту в различных частях Министерства обороны Российской Федерации. В основном это части центрального военного округа, дислоцирующиеся в Итоцком, Рощинском, Чебаркульском гарнизонах, воинские части военно-морского флота и воздушно-десантных войск, а также воинские части, дислоцирующиеся за пределами Российской Федерации в республиках Таджикистана и Абхазии. Ну, собственно говоря, по всей России, да, и за пределами ее? Да, по всей России и за ее пределами. Итак, молодой человек решил пойти на контрактную службу. Куда ему обращаться? Какие должны быть его действия первые? При появлении у гражданина желания поступить на военную службу по контракту, он должен обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту, который расположен по адресу горы Чебоксары, улица Пирогова, дом 10А. Связаться с нами можно по телефону 45 20 97. То есть это касается всех жителей республики, не только Чебоксар? Нет, это касается жителей Чебоксарской республики, которые состоят на воинском учете по месту жительства в Чебоксарской республике и зарегистрированы в Чебоксарской республике. Спасибо. Я напоминаю, мы беседовали с начальником пункта отбора на военную службу по контракту Павлом Васюковым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова